Ома генна тимиранда сия, геннан жана шавакая, чак шарун милитамина, тасмаиш и гуравейна махан. Оме геннан жана шавака. бэвэджи махарашки джа мишна пат силас ачитананда бахтинот такурки джа мишна патши во джаганатхадас бабушки махарашки джа сиропануга гуру варно киджай нам очаровываешь варядаст токурки идей она такой тиваишна в ринда киджай шчитание сраслова мадхачаря в ринда киджай щип ihep атриджа роман про будь киджай-джай он выступает в швари нем силача бахтидан с вами пропал подкидяющий гуру парам про кидая сапарикара шиши гуру гуран гаган хору гиридхаре жуки джащий гирираж гвардхан киджай джащий 3 симхадев прохват махарашки джащий мать и тусе махарани в ринда дэви киджай бахты в ринды киджай это его приманан дэхари ибо харе крыши дорогие преданные добрый день рада всех видеть на нашей дневной программе наконец-то продолжим читающим от богатом давно можно не читали давно не читали в эфире так так мы продолжаем читать уход пхешмадевы пись первая глава 9 омна му бхагавате васудэва я омна му бхагавате васудэва я рассказывается о том как сишмадева один из 12 махаджан оставлял этот мир помню он пролежал 58 дней на ложе и стрелы и готовился уйти из этого мира по собственным желаниям благоприятное время у него было благословение от отца уходить из этого мира в благоприятный мир и и этот момент подошел и в этот момент как раз пришел к нему навстречу царь хишира и вместе вместе с ним пандавы и господь кришна то есть самое благоприятное момент заключен в том что кишмадева мог сосредоточить свое зрение свое свой ум свои чувства на непосредственно господи кришне и вот он вперед говорит пиш модела сказал пусть же все мои мысли чувства и желания которые так долго были заняты самыми разнообразными предметами и предписанными обязанностями будут поглощены всемогущим господом шри кришной он всегда сам удовлетворен но как предводитель преданных он иногда получает трансцендентное наслаждение исходя в материальный мир хотя и материальный мир и создан из него одного так ну наверно повторим еще потому здесь очень интересный комментарий киш модела был государственным деятелем главой династии куру великим военачальником и предводителем к шатре поэтому его ум был занят множеством предметов и его мысли чувства и желания были связаны с разными объектами теперь чтобы достичь чистого преданного служения он хотел всю силу своих мыслей чувства желания вложить верховное существо господа кришну он описан здесь как предводитель преданных и всемогущий хотя господь кришна изначально личность бога он сам не сходит на землю чтобы отдарить своих чистых преданных благом преданного служения иногда он не сходит в изначальном облике господа кришны они до в облике господочитания оба они вожди чистых преданных у чистых преданных господа нет иного желания кроме желания служить господа поэтому их называют сатватами а господь главный сатват купишь моделы тоже не было иного желания если человек не очистился от всех видов материальных желаний господь не станет его вождем если человек не очистился от всех видов материальных желаний господь не станет его вождем пока в нашем сердце живут разнообразные желания разнообразно наслаждаться этим материальным миром мы не сможем до конца предаться господа и будем рабами своих различных Материальных желаний Желания нельзя отбросить Их нужно просто очистить Багаладдите Господь сам утверждает Чистому преданному, постоянно занятому служением Господу Он сам дает наставление из сердца Желания нельзя отбросить Их нужно просто очистить То есть трансформировать Багаладдите Господь сам утверждает Чистому преданному, постоянно занятому служением Господу Он сам дает наставление из его сердца Такие наставления даются не с материальной целью, а чтобы преданный вернулся домой, обратно к Богу Обыкновенному человеку, который хочет господствовать над материальной природой Господь только позволяет действовать и становится свидетелем всех его поступков То есть Господь не виноват во всех наших действиях Он просто свидетель наших собственных материальных желаний Которым мы исполняем и становимся, соответственно, либо должниками, либо нам становятся должны И так мы вращаемся в этом материальном мире Непреданным он никогда не дает наставления о том, как вернуться к Богу Таково различие в отношении Господа к разным живым существам, преданным и непреданным Он стоит во главе всех живых существ, подобно царю, который правит и заключенными, и свободными гражданами Но его отношение к ним зависит от того, преданы они ему или нет Непреданные не хотят слушать наставления Господа И поэтому для них Господь хранит в молчании, хотя и наблюдает за всем, что они делают И награждает их соответствующими плодами их деятельности, хорошими или плохими Преданные выше таких материальных понятий, как хорошо и плохо Они следуют по трансцендентному пути и поэтому не желают ничего материального Преданные также знают Шикришну, как изначального Нараяна Поскольку Господь Шикришна с помощью своей полной части является в форме Каранадакаша и Вишну, изначального источника всего материального творения Господь тоже желает общаться со своими преданными и лишь ради них не сходит на землю и воодушевляет их Господь является по своей воле, его не принуждают к этому условия материальной природы Поэтому написан в этом стихе, как Випху, всемогущий, ибо он не подчиняется законам материальной природы Шикришна, близкий друг Арджуны, он явился на эту землю в своем трансцендентном По цвету напоминающем синее томаловое дерево Его тело привлекает всех обитателей трех планетных систем, высших, средних и низших Да будет мое внимание приковано к его сияющим желтым одеждам И его соподобному лику, покрытому узорами из сандаловой пасты И пусть желание плодов кармической деятельности покинет меня Шикришна, близкий друг Арджуны, он явился на эту землю в своем трансцендентном теле По цвету напоминающим синее томаловое дерево Его тело привлекает всех обитателей трех планетных систем, высших, средних и низших Да будет мое внимание приковано к его сияющим желтым одеждам И его соподобному лику, покрытому узорами из сандаловой пасты И пусть желание плодов кармической деятельности покинет меня Пусть желание кармической деятельности покинет Когда Шикришна по своему соизволению является на землю Он делает это с помощью своей внутренней энергии Когда Кришна по своему соизволению является на землю Он делает это с помощью своей внутренней энергии Его трансцендентное тело жаждет видеть обитателей всех трех миров высших, средних и низших планетных систем. Ни у кого во Вселенной нет такого прекрасного тела, как у Господа Кришны. Следовательно, его трансцендентное тело не имеет ничего общего, ни с чем созданного в материальном мире. Арджуна назван здесь победителем, а Кришна – его близким другом. После битвы на Карукшетре Пишмадева на своем ложе и стрел вспоминал одеяния Господа Кришны, в которых он был, когда правил колесницей Арджуны. Во время поединка с Арджуной внимание Пишму привлекала сияющая одежда Кришны, и он косвенно восхищался своим так называемым врагом Арджуной, так как Господь был его другом. Арджуна всегда одерживал победу, потому что его другом был Господь. Пишмадева воспользовался случаем, чтобы обратиться к Господу, как в Виджая Сакхе, другу Арджуны, поскольку Господу нравится, когда к Нему обращаются, упоминая и Его преданных, связанных с Ним различными трансцендентными расами. Когда Кришна правил колесницей Арджуны, солнечные лучи отражались от Его одежды, и Пишмадева не мог забыть удивительный оттенок этого сияния. Как великий воин он наслаждался отношениями с Кришной в рыцарственной расе. Отношения с Господом в любой из различных рас настроений приносят соответствующим преданным ощущение высочайшего экстаза. Неразумные обыватели, которые хотят продемонстрировать свою трансцендентную связь с Господом, сразу искусственно переходят к отношениям супружеской любви, имитируя девушек в Раджет-Хамы. Такие показные отношения с Господом демонстрируют лишь низкий уровень сознания мирского человека, поскольку тот, кто наслаждается расой супружеской любви с Господом, не может быть привязан к мирской расе супружеской любви, которую осуждает даже мирская этика. То есть, если человек привязан к Господу, он ни в какой мере не сможет вступать в материальные взаимоотношения в этом материальном мире с различными живыми существами на том уровне, на котором он думает. Если это будут отношения, то они будут исключительно трансцендентные. А трансцендентные означают, что все отношения строятся вокруг Господа. Преданные они говорят исключительно о Господе и занимаются только тем, что удовлетворяет непосредственно Господа. Все остальное связано с этим бренным миром. Все отношения в этом материальном мире, они тоже строятся ты мне, я тебе, как мы друг друга чувства удовлетворим. И строятся вокруг разных источников наслаждения, в разных кругах, хотя это разные объекты наслаждения. Вечные отношения индивидуальной души с Господом эволюционируют. Истинные отношения живого существа с Верховным Господом могут принять форму любой из пяти основных рас. И это ни в коем мере не характеризует уровень трансцендентных достижений преданного. Живой пример тому бешмаделлы, нам нужно постараться понять трансцендентные отношения этого великого полководца с Господом. То есть пять основных рас это шанта раса, нейтральные взаимоотношения, дайси раса, раса слуги и господина, сакхи раса, дружеские взаимоотношения, вацали раса, родительские взаимоотношения, когда Господа относится как к ребенку, и супружеская раса, когда к Господу относится как к супругу. И есть дополнительная раса среди них, как раз раса рыцарская раса, это раса, в которой находился бешмаделла с Господом. То есть когда Господь желает сражаться, ему нужен настоящий рыцарь, настоящий воин, с которым мог бы сразиться. И вот бешмаделла как раз находился в таких взаимоотношениях с Господом. Ютхи на поле битвы. Турага лошади. Раджа пыль. Витхумра стали пепельного цвета. Вишвак развивающийся. Кача волосы. Улита рассыпавшийся. Шрама води испарина. Алан крита украшенный. Асью лицу. Мама мои. Нишита острые. Шараи стрелы. Витхидьямана пронзенные. Твачи кожей. Велосад наслаждался. Кавачи доспехи. Асту пусть будет. Кришне. Кшикришне. Атма. Ум. На поле битвы, где Шикришна по дружбе сопровождал Арджуну, развивающиеся волосы Господа Кришны стали пепельными от пыли, поднятые копытами лошадей. От напряжения его лицо покрылось испариной, и он наслаждался этими украшениями, которым добавились раны от моих острых стрел. Пусть же мой ум устремится к Шикришне. На поле битвы, где Шикришна по дружбе сопровождал Арджуну, развивающиеся волосы Господа Кришны стали пепельными от пыли, поднятые копытами лошадей. От напряжения его лицо покрылось испариной, и он наслаждался этими украшениями, которым добавились раны от моих острых стрел. Пусть же мой ум устремится к Кришне. Хотелось бы сказать, что Божество – это такое запечатленное мгновение из жизни Господа. И в Индии есть храмы, которые связаны непосредственно с этой лилой, храм Пардхи-Сарадхи, где Господь, он как раз изображен в форме колесничего Арджуны, его пронзили какие-то стрелы. И это форма, на которой Кришну пронзили стрелы. И Башмадеу, он ослаждался как раз этой формой. И есть категория преданных, которая поклоняется именно этой форме. Проткнутой Кришне? А? Проткнутой Кришне стрелами? Да, где, ну, его, ну, как вот, допустим, Бхагавадгита, там, изображение Кришны, колесничья Арджуны. И таким божествам поклоняется определенная категория преданных, находящихся в определенных взаимоотношениях с Господом. Такие, как Бишмадева. Господь есть абсолютная форма вечности, блаженства и знания. Поэтому трансцендентное любовное служение Господу в одном из пяти основных видов отношений Шанки, Даси, Саки, Вацали и Матхури, то есть нейтральных отношениях, отношениях слуги Господина, дружеских отношениях и отношениях родительской и супружеской любви, милостиво принимается Господом, если такое служение предлагается Господу с подлинной любовью. Шибишмадеу – великий преданный Господу, находящийся с ним в отношениях слуги Господина. Поэтому то, что он пускал острые стрелы в трансцендентное тело Господа, практически равнозначно поклонению преданного, осыпающего его нежными розами. Кажется, что Бишмадеу раскаивается в своих действиях, враждебных по отношению к личности Господа. Но в действительности тело Господа совсем не испытывало боли, так как его бытие трансцендентно, его тело нематериально, и он сам, его тело, неделимая духовная личность. Дух нельзя ни пронзить, ни сжечь, ни сушить, ни намочить и так далее. Это ярко описано в Бхагавадгите, об этом же говорится и в Скандапуране. Там сказано, что Духа не может коснуться скверно, и его нельзя уничтожить. Ему нельзя причинить горе, нельзя и сушить. Когда Господь Вишну в своем воплощении приходит к нам, он кажется одной из обусловленных душ, попавших в материальную ловушку. Но это нужно лишь для того, чтобы сбить с толку асуров, неверующих, которые всегда готовы убить Господа, стоит ему прийти сюда. Камзе хотел убить Кришну, араванараму, так как по своей глупости они не понимали, что Господа нельзя убить, ибо дух неуничтожим. Поэтому то, что Бхишмадева наносил раны в тело Господа Кришны, способно поставить тупик непреданного атеиста. Но преданных, достигших освобождения, это не сбивает с толку. Бхишмадева восхищался великим милосердием Господа. Господь не покинул Арджуну, хотя ему и досаждали острые стрелы Бхишмадевы, и не замедлил прийти к его смертному одру, несмотря на то, что Бхишмадева был безжалостен к нему в битве. В этой сцене уникальное раскаяние Бхишмадевы и милосердие Господа. Щивишманат Чакравайт Такур, великий Ачарий и преданный, находящийся с Господом в отношениях супружеской любви, делает в связи с этим интересное замечание. Он говорит, что раны, нанесенные телу Господа, острыми стрелами Бхишмадевы доставляли Господу такое же наслаждение, как укусы невесты Господа, движимы неодолимым любовным желанием. Такие укусы никогда не считаются признаком враждебности со стороны противоположного пола, даже если они оставляют на теле раны. Следовательно, этот поединок, как обмен трансцендентным наслаждением между Господом и его чистым преданным Шибишмадевы, не был материальным. К тому же, поранить абсолютное тело невозможно, так как тело Господа тождественное ему самому. То, что казалось ранами от острых стрел, может вести в заблуждение обыкновенного человека, однако тот, кто обладает хоть крупицей абсолютного знания, способен понять трансцендентные взаимоотношения в рыцарственной расе. Господь только радовался ранам от острых стрел бешмадевы. В этом стихе особого внимания заслуживает слово випхидиамана, так как кожа Господа неотлична от него самого. Наша кожа отличается от души, поэтому слово випхидиамана означает покрытое синяками и порезами, скорее приложимо к нам. Трансцендентное блаженство многогранно, а разнообразная деятельность в материальном мире предоставляет собой лишь искаженное отражение трансцендентного блаженства. «Поскольку в материальном мире все качественно, материально, в нем все исполнено скверно, но в абсолютном царстве есть много разновидностей и наслаждений, которые свободны от осквернения, потому что там все имеет единую абсолютную природу». Господь наслаждался ранами, нанесенными ему, его великим преданным бешмадевой. Бешмадева предана, находящаясь с Господом в рыцарственных отношениях, «И потому он сосредоточил ум на этом образе израненного Кришны». «Джа-ши-мат-бхагаватан-ки». Вот такие замечательные объяснения о различных взаимоотношениях между Господом и его преданными. «И войной, и разной». «Да». «Кому война, а кому разной». «Корей». «Да». «Так, ну что, поем?» «Да». «Джа-ши-мат-бхагаватан-ки». «Джа-ши-мат-бхагаватан-ки». «Джа-ши-хидхани». «Джа-ши-мат-пагаватан-ке». «Корейпан-ки». «Джа-ши-мат-пагаватан-ка». Субтитры делал DimaTorzok 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 донбассер дас бабахи мохараш ки джан девушка пачила сочетананда бахтино таку руки джан нашу пальчила джиганахтада с бабахи мохарожки и джяй ширупану году аргыки джинамince решила харидас такульки джан актива ваш нау ринду киджи ибо вы девушек уш нуки два швала кровать так уркейджища народ там семонам на даша невас чар и пробу ки джид сила в ринда ундаст так киркин ящего кришна даст кирот же киеве садга с вами в риндована киде сапаршада шинитян да пробудки и дальше пошла дощем он маха пробудки и джайя еще и ширада кришна гофе гопина чья макун на рады куни гири гвардхана киде шутха бахте вигнами нашей сенрисим хадэв киде бахта прабара прохода махарадский идея тулусе махарани киде ганга ему ножи киде рам тарад шима богатым читание череда и швачного раджи сапхо киде и сочетание сразу от матки и джай до майпур киде седам на бадвиб киде брендал он прошел там хамки идея вода его субхаза джиганат хожа киде смоет товарищ на ума долл киде смоет то бахта в ринда киеве ареном сам кирту на киде я он лишь на плачу в бахте и мало вадут махарашки я уничтопа силы бахте судхирга своем хорошки я он лишь на плачу в бахте нир мало чарим а хорошки идея лишь на плач его бахте рождам от судам махарашки я я сила для сечетания сразу от матка чарим ринды киде я щипа отведя роман пробулки идея я сила бахте амрит махавир махарашки я щипа от бахте асрайданье махарашки снимайте бахте валита дыреки я вам лишь на патриш вареньем сила чебах кидан с вами про подкидя я фигуру парампара киде я всем преданки не тайгор дай день явления вам шавананда тхакура и шамананда пробулки дядя и васанта я тара шикришны киджа джа раз я тара господа баладевы киджа и для всем преданным киджа и гоуру примананны ари кришна дорогие привет да кстати утром я сказал раз я тара господа кришна сегодня это раз я тара господа благо господа владела своя раса я тара он свои господа кришна немножко раньше проходит реки же дорогие приятно это наша программа завершилась наверно встретимся завтра потому что сегодня вечером будет скорее всего вещание сила ваду махараши будем смотреть вот а если вдруг причине состоится туда будем и вечером в эфир все наши поклоны давата и рей кришны до сегодня день рождения наши дорогой ему на израиля до поздравляем ему нас днем рождения спасибо что подсказали я еще ему надо видосики для израильский преданной киджа и кричны все наши поклоны дандалаты